Книжный постпродакшн Удивительную единую судьбу Вот о чем будет разговор Его ведущие Неизменные ведущие Бренд-менеджер издательства Редакции Елены Шубиной Татьяна Стоянова И Алексей Юдин Советник директора Иностранки Все точно, все пока совпадает Так, наш сегодняшний гость Ну хотя, собственно, какой-то гость Наш сегодняшний герой Людмила Евгеньевна Улицкая Вот она Добрый день, Людмила Евгеньевна Ура! Людмила Евгеньевна с нами Вот И тема Собственно, подсказанная Людмиле Евгеньевне, вернее, намеченная Разработанная, по-моему, точно попадает Вот в сегодняшний день Двор, центр мира Собственно говоря, а что у нас еще осталось? Двор Кто счастлив С собачкой или каким другим нуждом Туда все-таки выходит Остальные его созерцают Ну какая глубина в этом дворе? Там действительно вся жизнь Людмила Евгеньевна Ну, я думаю, надо начинать Алеш, понимаете, дело в том, что Сегодня, то, что мы называем двор Чрезвычайно отличается от того, что было двором Во времена, скажем, моего детства Потому что в каком-то смысле двор погиб Это не то, что То, что мы сейчас имеем Это отдаленное, весьма отдаленное Напоминание о том, что Что значил для нас Двор во времена нашего детства Потому что это был маленький социум Наполненный Чрезвычайно разными людьми Которые были Сплетены в такую жизнь Которая, наверное, осталась только в деревне Это летний двор, где висели на веревках белье Которое случилось круглый год Зимой ледяным его вносили в дом Разминали, гладили Летом оно болталось посреди двора под ветерком И люди в этом дворе все друг друга знали Все детали жизни Кто с кем, когда, где Все свадьбы и все похороны проходили во дворе Этот доминошный стол, на котором музыки добивали домино Либо играли в карты Тоже бывало Это двор, в котором было много инвалидов Потому что мое детство пришлось на послевоенные годы И, может быть, одна из самых отчаянных И невероятных картинок, которая у меня застряла в голове с детства Это как на второй этаж по лестнице Которая к дому пристроена снаружи Деревянный ветхий домик По нему поднимает тетя Нюра Своего безногого, абсолютно пьяного мужа Который держится у нее на спине Одной рукой за плечи А второй рукой на ее лупит по башке Вот эта картина, мне было лет пять Она на самом деле не выгорает Наоборот, очень многие картинки детства Они делаются все ярче Потому что все это оказывается не просто прошлым Это оказывается археологическим прошлым Вот как будто прошло не 70 лет с тех пор А 700 Настолько это была другая жизнь Поэтому для меня двор, еще кроме всего прочего Как и для всех моих сверстников Это было место инициации Там мы научались общаться друг с другом Там устанавливались первые иерархии Иерархии силы Где самый сильный мальчик, самый главный Иерархии ума Где самый умный оказывается, самым главным Иерархии богатства Потому что у кого-то есть трешник в кармане У кого-то никогда И вот эти все иерархические лесенки Мы их с раннего детства Мы принимали участие в этом устройстве Совершенно не отдавая себе в этом отчет Потом социологи нам объяснят Что с нами происходило Какая это была прикидка к будущей жизни Какое это было воспитание Какие это были импринтинги, как говорят На всю оставшуюся жизнь Поэтому двор для меня очень важен И кроме того, когда я вообще начала писать Публиковать свои первые рассказы То они были связаны все именно с двором Потому что как бы я заново проживала свою жизнь Начиная именно с двора С ранних воспоминаний С моих друзей и врагов Которые были во дворец Уличных драк И скандалов И романов каких-то Которые, конечно, в более взрослом возрасте появлялись Но все это было очень важно И я об этом немножко расскажу Потом, когда мы в процессе разговора Но, во всяком случае, двор Это то, что в моем поколении Имело огромное значение А сейчас, по-видимому Мы живем в такой ситуации Когда мы не всегда знаем Имена людей, которые живут в квартире На нашей лестничной клетке То есть социум совершенно Атомизировался Вот сегодня это полностью ушло И только собачники немножко Сохраняют эту память О том, что такое дворовое общение Потому что они каждый день И по два раза А некоторые по три гуляют с собачками Я из окна наблюдаю за этой картиной И у них есть такое специфическое дворовое общение Которого у нас уже нет Говоришь здрасте И проходишь мимо Все Я участник таких бесед Вот по нынешним временам с собачниками Поэтому очень ценю даже такой род общения Но, Людмила Евгеньевна Несколько раз прозвучало слово археология Оно мне очень интересно И давайте вот тогда возьмемся за это Начнем копать Обозначим, во-первых, участок Да, где мы копаем Что за место О каком дворе вы будете рассказывать Так, рассказываю Это двор Дом 31 Смежный с ним 33 И смежный с ним 29 Потому что детство происходило Сначала в одном дворе А потом я немножко уже стала расширять свое пространство Уже выходила и в соседние дворы Значит, это Каляевская улица Тогда она называлась Каляевская До того она называлась Долгоруковская И сейчас она тоже Долгоруковская В 52-м году Этот московский отдаленный район Стал более центральным Потому что там построили метро Метро называется Новослободская 52-й год И я прекрасно помню День открытия этой станции метро Которая казалось тогда Ну, музеи еще не начинались в моей жизни И вот это метро Новослободская С вот цветными витражами Оно было каким-то сказочным Волшебным райским местом Потом картинка Картинка не поминалась Но восприятие ее поменялось несколько Тем не менее, я до сих пор люблю эту станцию Людмила Евгеньевна Я чуть-чуть остановлю Потому что слово «картинка» Еще одно цепляющее слово Давайте мы покажем картинку Попробуем И вот от этой картинки И оттолкнемся Собственно, картинки были взяты С замечательного интернет-ресурса Фотографии старой Москвы Паству.ком Мы им очень благодарны за это Это открытый интернет-источник Это картинки примерно того времени Смотрим на первую Ну, это приблизительно мой двор Это приблизительно мой двор Значит, двор наш был Очень интересным в архитектурном смысле Потому что тот домик, который выходил на улицу Он был допожарный То есть до пожара 1812 года Конечно, в это время это была не Москва А это был, ну, не пригород, а слобода Слово «Новослободское» как раз говорит о том Что это новая слобода Это значит, что были еще старые слободы Которые были ближе, по-видимому, к городу И вот этот самый домик В котором жили люди Которых я помню еще Потом к нему был пристроен второй этаж Там жили вот это вот самое семейство Где был без ноги инвалид Довольно сильный пьяница Потом он замерз Около входа Около лестницы Он не смог подняться, видимо Зимой это было Потом был флигель, в котором жила наша семья Этот флигель когда-то принадлежал Хозяевам того дома Который указали в начале Дома 29 Это был господский флигель И была когда-то очень хорошая, видимо, квартира В которой жила моя бабушка Но она уже к этому времени была коммунальной И от старых времен в ней осталась в квартире Раковина Вся в тюльпанах Я не скажу Не нарисованная Но это какое-то очень художественное произведение Раковина, на которой были изображены тюльпаны Она была вся, конечно, потрескавшаяся И еле-еле живая Еле стояла Но тем не менее Как бабушка говорила Старая красавица про нее Была ванна Редкость по тем временам Она топилась дровами И раз в неделю Эту ванную Значит, топили этот котел под ванной И это было большое событие Потому что сбегались не только жители нашей квартиры Но также и знакомые К того времени, когда уже самая горячая вода проходила У хозяев у нас То к этому времени приходили знакомые Которые уже не менее горячей водой Домывались Вот Это наш дом Флиль, который был Может быть, самым благородным Из всех строений И кроме того Во дворе были два барака Бараки были построены до войны Когда Москву начали заселять Приезжие Сейчас бы мы их назвали лимитчиками Тогда такого слова не было Но это были люди, приехавшие из деревни Бежавшие из деревни Какие-то Одна была семья Точно раскулаченная Которым удалось сбежать И, конечно, у них Быт был совершенно иной То есть в одном дворе Двор был длинный Он состоял как бы Из преднего двора И заднего Дальше была школа А за школой была Так называемая Котяшкина деревня Это было барачное Такое место В котором было несколько бараков А напротив этих бараков Стояло здание В котором сегодня РГГУ Это здание Курсов Мы очень далеко ушли Нам сейчас А это все двор Это все мой двор Это все это Это округа И нельзя это не упомянуть Потому что это имело Очень большое значение Для девочек нашего двора Которые стали подрастать Потому что в этой Высшей партийной школе Которая была В том здании Где был РГГУ Там учились молодые коммунисты Из Италии Из Швеции Откуда угодно И это был конечно Большой жизненный подарок Потому что в моем классе Было несколько девочек Которые вышли замуж За молодых коммунистов И уехали Кто в Италию Кто в Швецию И это девочки Из нашего двора Которые сделали Большую карьеру Вернемся во двор Посмотрим на другую картинку Узнаете? Это крыша моего дома Это я ее узнаю По противоположной улице Конечно Да-да Это крыша моего дома Но это после 1952 года Потому что Трамвайных рельсов Здесь уже нет И кстати Стоит метро Уже Там В удалении Видна станция метро Значит это Видимо Год 1953 Ну это не ваши знакомые Нет там на крыше Вы знаете Не разгляжу Ну потом Вы знаете Это мальчики Довольно большие Мне было В 1952 году 9 лет И поэтому С такими взрослыми Молодыми людьми Я не общался У меня были Друзья помоложе С довольно Драматическими Взаимоотношениями Надо сказать Так Посмотрим на другую Вот такие ваши друзья были Это практически Я У меня есть Фотография Очень похожая Правда Шуба у меня была Желтая Абсолютно Наш двор Я с шарфиком В шапочке В валенках Галошами Но у меня шуба Была желтая Потому что Моя бабушка Сшила ее Из желтого Плюшевого покрывала И эта шуба Потом Ее еще Донашивало Много детей Очень похожая Практически Я А желтая Желтая Она из какого Материала была Желтая Ну это был плюш Желтый Довольно пушистый Плюш Который лежал На диване А потом Поскольку С одеждой Было Очень сложно То и Значит Шили Из чего Придется Замечу Годы Послевоенные Ранние Послевоенные И Вообще Ничего Нет Поехали Дальше Посмотрим Что еще У вас Во дворе Ну Это уже Общая Перспектива Да Конечно Вот здесь Я вижу Даже Эта сторона Моя На которой Я жила Чуть дальше Пройти будет Союз Мультфильм Это все очень Памятные вещи Ну Союз Мультфильм Это же Бывшая церковь Насколько я помню Церковь сзади Она До сих пор Она не реставрирована Что удивительно Ну Она Имеется Называлось Это место Церковный Тупик Не знаю Какое сейчас Название Ну Наверное Еще где-то Сохраняется Память О церковном Тупике Да нет Это Полуразрушенная Церковь До сих пор Стоит Да-да-да Я вижу довольно часто Видел Поскольку сейчас Мы сидим по домам Я имею ввиду Вот эти названия Которые У вас Да Вот еще на памяти Из вашего детства Насколько они Актуальны сейчас Ну Вы знаете Это же очень интересно Потому что Переименование Улиц Оно началось С 20-х годов Переименование Но Кроме того Кроме того Мы же жили На Меусах Меусские улицы Это Меусские Тверские Вторая Третья Четвертая Меусская Первая Вторая Третья Эти названия Отчасти До сих пор Сохранились Одна из них Сейчас называется Улица Фучика Нет Гашика По-моему Какого-то Чешского Героя В общем Эти названия Еще До некоторой степени Можно проследить Некоторые Сохранились Как дегтярный Переулок Кстати говоря Да Так Одно техническое Замечание Сообщения Те Кто присоединился К нашей беседе На платформе Зум Могут участвовать В чате Задавать вопросы Я смотрю Что уже первые вопросы Нам поступают Или какие-то комментарии Людмила Евгеньевна Я думаю Что это вот Как раз к вам Обращайте внимание По мере надобности Будем их комментировать Так Посмотрим еще Алеш Что же Вопросов Они ко мне Не попадают Почему-то Вопросы Да Алексей Мне кажется Лучше Вопросы Зачитывать Вам А Людмилу Евгеньевну А у меня И вот Тогда Давайте Проговорим Такой момент Что наши Зрители Могут писать Свои вопросы Во вкладке Вопросы Ответы А в конце Нашей трансляции Мы по ним Пробежимся И на все Обязательно Ответим Давайте так Так Посмотрим Дальше Узнаваемо? Ну как еще? Еще как узнаваемо? Все родное А что это такое? Вот были ли там ваши Какие-то знакомые Друзья Вот что это за дома? И кто в них жил? Вы помните? Вы знаете Это Противоположная Сторона Улицы Как вы понимаете Противоположная Сторона Улицы Это враждебная Сторона Улицы Потому что Даже между дворами Были напряженные Отношения Двор дрался Со двором Вы наверное Этого не помните Но скажем У нас были Вражеские отношения С домом 29 А это Противоположная Сторона Улицы Это просто Другая планета Другой мир Совершенно Так что давайте Вернемся К моему К моей стороне Улицы Хорошо О! Это просто Мой дом Вот он Вот он Мой дом Мой подъезд Все в порядке Мы дома Да Мы дома Отлично Ну и вот Кого По этажам Кого Сейчас Вы можете Вспомнить Я Прекрасно Помню Жителей Моей квартиры Потому что Коммунальная Жизнь Это поразительно Но сейчас Надо Напомнить О том Какова она была Потому что В ней были Вот эти Перегородки Узенькие Между Стенами Они Такими же Узенькими Были Перегородки Между людьми Потому что Скажем Вот одна Большая Кухня И в какое-то Время В квартире Появилась Ванная Комната И вот Эта Ситуация При которой Коммунизм В реальности Потому что Люди Обязаны Жить В очень Тесном Взаимодействии Личное Пространство Очень Маленькое Просто совсем Небольшое Мы Все Друг Про друга Знаем Кто Выпил Вчера У кого Понос Очередь Которая Стоит В одну Уборную Одно Очко Одна Уборная На Семь Семей И вот По утрам Со своими Досками Некоторые Приходили С Этими Стояли В очереди Ждали Друг друга Больше Открытости Представить Себе Немозможно Жизнь Вскрыта Просто Дотла Когда Еще Не было Ванной То все Умывались Около Одного Умывальника На кухне Утром Представляете Какая Стоит Очередь С зубными Щетками Тут же Довольно Большая Плита Я помню Времена Когда Это была Не плита А печка Которую Топили Дровами Потом Ее Заменили Двумя Газовыми Плитками У каждого Человека У каждой Семьи Была Своя Комфорт Вот это Моя И на Чужую Не ставь Ну Сейчас Смешно Об этом Говорить Правда Ну Страшновато При этом Как становится Вы знаете Это было Потрясающим Испытанием Я это Потом Поняла У меня Была Такая Одна Старушка Подружка Елена Яковлевна Ведерникова Которая Вернулась В Россию Из эмиграции Она вернулась В Москву В 50-е годы И попала В коммунальную Квартиру Человек Который Ну Никогда В жизни В коммуналке Не жил И она Она была Христианка И она говорила Коммунальная Квартира Это лучшая Школа Христианства Оцените То есть Вести себя Надо было Очень Осторожно И очень Хорошо Чтобы не Вызвать конфликты Скандала Драки Мордобоя У нас В квартире Все время Кто-то Сидел В тюрьме Потому что Такие Боевые Были Люди Кто-то Кого-то Избил Попал в тюрьму Потом вышел Потом снова Попал И это все Проходило Я в этой квартире Значит У нас Такая семейная Небольшая Была Особенность Вот в этом доме Была комната В коммунальной квартире Где жила Мама Я и мой папа А в соседнем доме Тридцать первом Была большая квартира В которой жила Моя бабушка Вот та Которая Бывшая Красивая Бывшая Барская И у нас была Совсем уже Такая Помоечная Коммуналка А у бабушки Коммуналка Была все-таки С оттенками Какого-то Благородного Происхождения Еще Не забывайте Умывальник С тюльпанами Не какой-нибудь Вот Поэтому Вот эти Два Две точки Были Вот И поэтому Скандалы на кухне Драки Это я все Прекрасно Видела И надо Сказать Что я сейчас Отдаю Должное Моей Потрясающей Маме Которой Было 27 лет Девчонка И как Она себя Бесконечно Точно Вела Как Она Как к ней Приходили Жаловаться Одни на Других И как Она Их Утешала И как Она Ну Про трешники Я не говорю Потому что мы были Богатыми Два человека Работали Мама была Старшим Лаборантом Получала Зарплату Ну Раза в полтора Больше Чем уборщица А папа Был аспирант У него была Аспирантская стипендия Но тоже Ежемесячный доход Поэтому мы были Богаче других Вот эти трешники Которые мамочка Всегда моя Одалживала А потом Ей не отдавали А мама была Чудесным И доверчивым Человеком Она Я помню Как она Клакала Говорила Я же ему отдала Все последнее Почему же Он меня не отдал А он пробил Дядя Вася Вот Это все было Это все было Такой потрясающей На самом деле Школой жизни А я приходила домой Открывала У меня два ключа Один от входной двери А второй от комнаты И я помню Как я приходила Из школы Ну мама Естественно Родители работали Я была уже Одна с ключом Чтобы открыть дверь Мне надо было Перешагнуть Через пьяного Дядю Васю Который очень любил Спать у нас На половичке Половичок был хороший Молодец Дядя Вася Знал где Прикорнуть Да Нужна сноска Трешка О которой вы говорите Это три рубля Да 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 Это большая сумма Серьезная сумма Это большая сумма Так Значит А что у нас Вот на третьем этаже Вообще на чердак Можно было выбраться И как вот эти вот ребята Попали на самый На этот чердак Я никогда не выбиралась Я выбиралась на тот чердак Который был у бабушки В соседнем доме В тридцать первом Потому что там была Винтовая лестница Она У бабушки на квартире Была на втором этаже А еще один поворот Винтовой лестнице Вел на чердак И ключ от чердака Был в доме Потому что на том чердаке Белье вешали сушить И я туда Поднималась Поднималась с бабушкой Поднималась Потом уже и одна И там было Дико интересно Потом у нас чердак Был более-менее Убранный Бабушка была Человеком Высокоорганизованным И очень Органично Вокруг себя Наводила порядок Всегда И поэтому чердак Был довольно Ну пристойный Там не было Такой же большой грязи И на нем В нем даже хранились Какой-то Сундук наш Стоял там Потому что Видимо Переехали в эту квартиру То есть какой-то Большей И были какие-то Какие-то Запасы вещей Которые уже Не помещались В этой квартире И вообще Были не нужны Вот Какое-то количество Книг там хранилось Это я точно Помню И какое-то количество Барахла На этом чердаке Он был Приватизированный Скажем так В него нельзя было Войти Любому человеку Там висел замок Надо было его открыть Ну коммунально Приватизированный Да Как было в то время Конечно Ключик был У Максимовых У наших соседей И я не уверена Что с первого этажа Люди Могли туда подняться Но были забавные люди Забавные Какие-то старые барыни С Остатками Одежды Которую они Донашивали Еще С давних времен Это было все Довольно Кинематографично Я бы сказала Сегодня Те Кого называли Из бывших Да Они еще были живы И вам встречали Конечно 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 Вот такая дама Жила одна На первом этаже Фамилия Семья Максимов Которые были Напротив нас В квартире Это была семья Определенная Интеллигентная Определенная Антисоветская Очень сильно Молчавшая Они были Очень подобранные Такие Я бы сказала Знаете Герои Такие Булгаковские Булгаковского Времени Такого Вот Да Остатки таких Были Хотя Значительное Количество Людей Было Вот те Кто в бараке Жили Конечно Полудеревенские Но я должна Вам сказать Что я Вот все-таки Есть одна История Которую я Не могу Не рассказать Дело в том Что Там в соседнем Барачном Доме Жила Девочка С которой Мы дружили Звали ее Женю Мама ее Была Партнер А папа Был Ну в общем Папа уже Не было К этому Время И Я поступила В университет А Женя Не поступила На дневной Она пошла Работать Лаборантом К моей маме Мама ее взяла Лаборанта Потом Женя Поступила На вечерний Я закончила Университет И она Закончила Университет Она защитила Диссертацию А я Диссертацию Уже не Защитила И Женя Когда она Вышла на пенсию Она уже была Кандидатом наук Само собой Могительный доктор И она заведовала Лабораторией Понимаете Вот это Ужасно Интересная история На самом деле И очень серьезная Женя Все это понимает Точно так же Как и я Это понимаю То есть Она мне говорила Когда мы с ней Через 20 лет Встретились Она мне говорила Ну вы же были Первая интеллигентная Семья Которых я увидела И я для нее Вот мое Так сказать Мой образ Так сказать Существование Он был для нее Моделью Но она Эта модель Ее оказалась Гораздо лучше Мне удалось Свою Так сказать Научную модель Реализовать Но вот это вот Тоже Понимаете Ну я это помню Короче Это важно Это важно Что Социальных преград В общем Не было И При том Ну Кроме того У меня же вообще Еще было Еще одно клеммо Я же была Еврейка И это тоже Надо было Так сказать А год 53-й год Смерти Сталина Дело врачей Чудовищный Антисемитизм То есть Простите Это было Вот прямо Реалии Вашего детства Ну абсолютно Я это Абсолютно Не придумываю Ну Я не тому что Людмила Евгеньевна Вы много Придумываете Но придумываете так Что это круче Любой правды Да Я имею ввиду Ваши произведения Вот то что Это было В вашем детстве Это было Прямо на улице Рядом На расстоянии Вытянутой руки Вот это действительно Страшно Да это не страшно было Это было дико интересно На самом деле Понимаете Вообще Честно говоря Я никогда Не страдала От этого Хотя было Кругом Очень такое Тревозное И напряженное Время Потому что Еще бы немножко Сталин пожил И всех бы евреев Выселили Как выселили К этому времени Татар Из Крыма Болгар Туда же И Это была Политика такая Политика Продуманная Не случайности Вот Поэтому Никто не знает Как бы сложилась Судьба Московских евреев Но я Дело в том Что я дралась Я Отлично дралась И Поэтому Ко мне В общем Со мной опасались Мои сверстники Связываться У меня даже была Совершенно чудесная История С Мальчиком Которого я думаю Уже нет в живых Она по этому поводу Но не Не с еврейским Акцентом Нет Просто Он все время Ко мне приставал И вязался Мы все время Дрались А я вообще Это была Крепкая девочка И уж точно Весом Больше его Как бы Если бы нас Взвешивали Как борцов Как взвешивают Спортсменов То точно Он был бы В другой весовой Категории Худенький Толщенький Злобный Он был Сын дворнича И Я прекрасно Помню Как однажды Мы с ним Дико подрались Он меня Подстерег В подъезде И когда Я вошла В подъезд Он начал Что-то такое Начал Меня Лупить И я его Выволокла На улицу Как-то мы Выкатились На улицу И я его Прислонила К стенке Стала его За плечи Об стенку Эту лупить Башкой Он Так покачивался И он Меня Рукой По лицу Царапал Потому что Отбиться он не мог Я его держала За плечи Я прихожу домой У меня вся морда Расцарапанная Мама ему говорит Как? Я говорю Светька подралась И мама взяла Меня за ручку Повела меня В дом Домик Хибара В котором жила Этот дворничиха Муж ее сидел В тот период У нее было Трое детей И мы входим В дом Я с расцарапанной Мордой Гневная Моя мама Мы входим В дом Значит Мама с претензиями Почему морду Расцарапал Дочки его Мальчик Пол земляной Я никогда Этого не видела Я никогда Этого не забуду У нас паркет В доме А у них земляной Пол Естественно Печка Но печки были У всех И беднота Мы тоже Богатыми Мы не были Но беднота Это была заметная А Витька Лежит На кровати И его Тошнит Вот Сколько Должно было Пройти лет Чтобы я поняла Что у него Сотрясение Мозга Было Что это я его Трошнула Так об стенку Что он Блевал Не потому Что он Объелся А потому Что я его Башку Присадила К стене Крепко Эта история С С С С Стальными Зубами Абсолютно Лысый И явно Что уже После первой Ходки Это абсолютно Ясно Что он Жил Из тюрьмы Я иду На встречу Он распахивает Руки Вот так И говорит Люська Привет Я говорю Витька Привет Как же Я в тебя Был влюблен В детстве Ах Это была Любовь Людмила Евгеньевна Ну это Ну Вы знаете У меня до сих пор Я уверена Что его нет В живых Уже А у меня Мамку Трамваем Зарезала Говорит он Я знаете Я сейчас Это Вспоминаю У меня мурашки На самом деле Это мой Современник Это мой Однодворник Это неправильно Употребленное Слово Но понимаете Вот Уровень Родства Которое Устанавливалось Во дворе Абсолютно Непостижимое Понимаете Вот Девочка Женя Засорена С которой Мы Дружили В детстве По сей день Мы с ней Иногда Встречаемся Я вспоминаю Этого Витьку Даже рассказ Написала Про него Приблизительно Об этом Понимаете Вот И Это была Вообще Двор Это была Потрясающая Школа Жизни Вот я уже Говорил об этом Выстраивание Иерархии Когда человек Проходит через Жизнь Двора Он знает Как это происходит Может быть не головой А какой-то Психофизикой Своей Он видит Человека Более Более Сильного Вот Входит Человек И Ты понимаешь Ага К нему Лились А этот Слабенький А этот Слабак Ну В сегодняшней Жизни Это Все Очень Перестроено И Совсем Другие Сигналы Мы Друг от Друга Получаем Но Что-то Очень Важное Есть Вот в Этой Детской Иерархии Которая Там Во дворе Выстраивалась Ну Своей стороны Могу сказать Что современная Антропология Занимается Такими вот Исследованиями Детской Географии Как дети Постигают Пространство Как они Выстраивают Это пространство И соответственно Строят Эти иерархии Так что Сейчас это Стало уже Наукой Людмила Евгеньевна А я думала Это не придумала А вы Один из Основоположников Да Так Вы скину потеряли По-моему Таня А можно Мне задать вопрос Мне интересно Тут были такие Кровавые сцены Да Танечка Да Вопрос связан С книгой Детства 45-53 В которых Как раз Вы собирали Рассказы Детей У которых Прошло время Детское В тот период Насколько Ваша история Которую мы Сейчас слышим Откликалась В этих людях Насколько Их опыт Был близок Вам Тань Вы знаете Эта книжка Для меня Была Ну просто Чрезвычайно Родной Потому что Я Было очень трудно Ее кстати Составить Обращаю внимание На подзаголовок Этой книжки Называется она Детство 45-53 А подзаголовок У нее А завтра Будет счастье Это было Ощущение Поколения Сегодня Мы очень Трудно Живем Беднота Была Нормальная По-честному Это не голод А это Недоедание Это Отсутствие Какого бы то ни было Ну конфетка Которая Разделилась На 64 части Понимаете Это бутерброд Кусок белого хлеба Намазанный маслом Посыпанный сахаром Назывался Солдатское пирожное Которое мы выносили Во двор Когда Доставалось И делили Кусали Куснуть давали Вот Понимаете Это Письма Детей Те Которые Прислало мне Тогда Издательство Они были Чрезвычайно Интересны Для меня Потому что Это были Это были Мои письма Надо сказать Что книжка Была потрясающая Для меня Была это Очень интересная Работа Дело в том Что самому Старшему Участнику Этой переписки Был 93 года К нему Пришел Его внук Стал Расспрашивать Его О его Детстве И тот Ему Рассказал Какие-то Записки Этого Деда Узлал Мальчик Но дед В этой больнице И помер Так что Это было Последнее Что он Сказал Миру Он рассказал О своем Детстве Которое Было 90 Там С лишним 90 лет Тому Назад А самый Молодой Мальчик Которому Было 13 лет Который Писал От себя Вот Поэтому Это была Такая Панорама Жизни Панорама Жизни Послевоенной Москвы Ну Там Не только Москвы Письма Были Не только Из Москвы Вот И Общее Настоение Плохо Плохо Тяжело Трудно Но вот Завтра Вот завтра Будет Счастье Вот Поэтому Надо сказать Что счастье В каком-то Смысли Пришло Голодных Людей Сегодня Гораздо Меньше Они есть Но их гораздо Меньше Было После Войны Мы Живем Сказочно Шикарных Условиях Коммуналок Сегодня В Москве Очень Мало На Никто Никто Не знает Что Купить Продукты Десяток Яиц Отстояв В очереди С номером На руке Меня Прадед Брал С собой В магазин Чтобы Купить Не десяток Яиц Семья Была Большая А два Десятка На человека Давали Десятку Десяток Яиц И на руке Писали номер Чернильным Карандашом Чтобы Никто Со стороны В эту Оттереть Не влез Сегодня Об этом Рассказываешь Как об Удивительном Совершенно Забавный Такой Эпизод Жизни Нет Так Жили Все Понимаете И скажем Мой рассказ Капустное Чудо Это рассказ Из моей жизни Это меня Ставили в очередь Чтобы я Постояла Чтобы Капусту Вот Сейчас Привезут Через час Через два Через пять И стоит эта очередь За капустой Ни за чем Ни будет Вот Поэтому Это прошло Одежда Перешитая На три Поколения Это Мой дом Это моя семья Швейная машинка У меня стоит В соседней комнате Та самая На которой бабушка Из своего платья Перешивала маме Потом из маминого платья Мне Потому что рукава Протирается А потом Из моего платья Существили Кукли Поэтому Это все Перелицованное пальто Сколько раз Вы думаете Что Пальто Можно поносить С одной стороны Потом Вывернуть ткань На другую сторону Поносить еще раз А потом подумать И вывернуть Снова На ту На первую Вот это все Это все Я видела Знала И у меня Стоит Свидетель Швейная машинка Которая Все это проделывалась Так что Вот такая вот Жизнь была Живая машинка Я уже забыл На какой вопрос Я отвечала Таня Вот на этот вопрос Как раз И о книжке Мы опять Возвращаемся В отбор Книжка Да Книжка Конечно Понимаете Книжку Это было Очень трудно Составлять Потому что Когда ты читаешь Письма Ну вот Одно за другим То оказывается Что есть Некоторая монотонность На десятом Письме Ты уже понимаешь Ну какой-то есть Формат Ну каждый человек Пишет в общем По одной схеме И тогда Мне пришлось Пришло в голову Разбить ее На главы И тематически Ее сделать Вот двор Вот тема двора Вот тема школы Вот тема смерти Как умирают Первые Это первое столкновение Вот ребенок Первый раз Увидит Гроб Во дворе На доминошном столе Стоит гроб О Посмотрите Вот еда Вот животные Животные Тоже очень важные В жизни ребенка Это безумно важно Растения Потому что у нас Двор был Земляной Полисаднички Золотые шары О Правильно Все так Все так Именно Понимаете Все это Вот эти письма Мне пришлось разделить И вытащить темы Вот они говорят О еде И получалось Что-то вроде диалога Вот когда их Собираешь вместе Вот они говорят Скажем О бабушках-дедушках Опять собирается Вот эта история В общем Это на самом деле Это очень важно Это очень интересно И вообще Мне кажется Что в последнее время Вот эта литература Называемая Нон-фикшн Она стала Интереснее Чем художественная Вот я Во всяком случае Для меня Я сейчас Гораздо с большим Интересом читаю Такого рода Литературу Мемуарную Чем художественную Так случилось Но вот в книге Москва-место встречи Как раз ваш Рассказ о детстве И Москве Вашего детства Есть мемуар Правильно? Да Ну конечно Ну конечно Я с удовольствием Вспоминаю об этом Вообще Я всех Моих знакомых И незнакомых К этому призываю Дело в том Что Когда ты набираешь Какое-то количество лет То События Которые с тобой Происходили В жизни Их надо Пересмотреть Как в кино И оказывается Что то Что мы держим Как незначительное Оказывается Оно важное А то Что казалось Важным Оно Вроде не очень Важное Я помню Что у меня В школьные годы Было некоторое Хотел сказать Партсобрание Это было не партсобрание Это было комсомольское Собрание Которое меня Распекали За то Что я Носила короткую И узкую юбку Короткая юбка В те времена Это до колен Как вы понимаете И кто-то Меня там На улице Встретил Я шла В обнимку С молодым Человеком 15 лет Мне было В обнимку С молодым Человеком К тому же В узкой юбке И вот На меня Был большой Разбор Мне На самом деле Было все это Немножко Смешно Но на самом деле Я ужасно боялся Что меня из школы Выгонят И тогда Мне родители Устроят Такое Что будет Почище Этого Ихнего Партсобрания На меня из школы Не выгнали И сегодня Я об этом эпизоде Вспоминаю С улыбочкой А тогда я помню Что я просто Была в ужасе Ожидая Каких-то Ужасных Последствий Вот замечательно Что мы вспомнили Эту книжку Москва Место встречи Там самые разные Авторы Ну конечно Людмила Евгеньевна Там блещет Я приведу Прямо цитату Которая нам позволит Двинуться дальше Я цитирую Действительно Освоение пространства Шло почему-то Нелегально Мне не разрешали Ходить по улицам Одной Но временами Я совершал рейды По расширению Мира И давайте Вот так же Нелегально С учетом Нынешней Да Ситуации Но вместе С Людмилой Евгеньевной Мы двинемся дальше Видим Что мы видим Это Мюзский скверик Да Правильно А как же Ну конечно А это там И это Молодые Беды Итальяны Женских курсов Забыла фамилию Бабушка моя Приехала Из Калуги Туда учиться До революции Из Канявского Потом Потом здесь Высшая партийная Школа Была А сейчас РГГУ И вот Мой любимый Скверик Тогда он Выглядел Иначе А иначе Как Выше Ниже Значит Вы знаете Что самое Поразительное До недавнего Времени Лет 10 тому Назад Еще я Видела Японские Акации Там были Очень странные Некрупные Деревья Ну скажем Человеческий Рост Очень старые С изогнутыми Стволами Очень Причудливые И вот Они Были Засажены Там Эти деревья Потом они Постепенно Конечно Погибали И на их месте Вот Высаживали Вот эти Вот Почему я Сразу Скверта Не узнала Потому что Деревья Молодые Новые Деревья Во времена Моего детства Были Другие Деревья Либо Были Вот эти Японцы Либо Были Какие-то Просто Старые Деревья Кроме того Там был Фонтан Он был Вот здесь Вот ровно С этой стороны Правее Значит Около этого Фонтана Мы гуляли Значит Дело в том Что В детский сад Я никогда Не ходила Но Меня Отправили В детскую Группу Детская группа Это прогулочная Группа Некоторая Старушка Из бывших С немецким Языком Она была Как я понимаю Из Риги И вероятно Немка Судя по Некоторым Она была Чужак В этом городе И она Держала Детскую Прогулочную Группу И вот здесь На Меусах Мы Собирались Это были Часть этих Детишек До сих пор Мои друзья Некоторые Уже умерли Значит Она нас Научила Вот не так Говорить А так Дертыш Дертыш Я с тех пор Я большой знаток Немецкого языка Вот Значит И вот там Там мы гуляли Меня туда Отводили Либо отводили К ней на квартиру На Меусах У нее была квартира В коммуналке Тоже Вот И для меня Начинался Меусский Этот скверик Именно с этих Прогулочных групп Ну потом Естественно Я подросла И Меусы Уже были Местом Куда я могла Убежать Лет в семь Не разрешали Двора уходить Но я убегала Конечно Вот И самый большой Мой был побег Это До Тверской Вот Дойти до Ультуберка Там меня один раз Мой дядя поймал Дядя был лет 20 Наверное Он меня там за ухо Поймал Отвел домой И я ожидала Грандиозного скандала А он очень благородно Поступил Он никому Ничего не сказал Он мне сказал Больше не ходил Вот Это было Исследование мира Это было Дерзкое Географическое Открытие Города Вот А что касается Меусского Потом Меусский скверик Стал местом Свиданий До сих пор Я Проходим И так На него смотрю С нежностью К счастью Он еще есть Он Не очень сильно Изменился Довольно Запущенный Но все-таки Он есть Это приятно Что там не построили Четыре Многоэтажки Например На этом месте Там еще была церковь Когда-то рядом О Она Она И вы ее видели Вот в таком виде Или В таком виде Я ее Не помню Я ее помню В виде взорванного Дело в том Что она была Очень прочно построена Если Если мне память Не изменяет Она была Александра Невского Должна была быть Значит Ее построили Это предвоенная Перед Первой Мировой войной Ее не достроили Она была На народные деньги Ее пытались построить И строили ее Очень крепко Дело в том Что это был тот период Когда Собирали С народа Яйца И яйца Подмешивали В раствор И кирпичи Клали На этот раствор В котором были И яйца Которые еще крепче Держали кирпич И поэтому Может быть Я не утверждаю Когда ее стали взрывать Вот верхняя часть Ее слетела А нижняя часть Я думаю Что первый Второй этаж Она Осталась До сравнительно Недавнего времени Я ее Его уже тогда Когда он Ко мне Уже не имел Никакого отношения Ни я к пионерам Не он Ко мне И так стоит Такое Туповатое здание На месте Вот такой Вот Несостоявшейся церкви Да Все это Вот то самое Да Этого я Не видела А вы знаете Что это За капитель Нет Этого я не видела Это триумфальная арка В разобранном виде Как говорили Ну да Да Нет Нет Этого я не видела Ну такая Архитектура Умеренного Умеренной элегантности Ну понятно Это начало 20 века Такой большой спад Идет Нет Ну Это вот картинка Где-то 30-х годов Ну да Остатки Остатки Да Прекрасно Прекрасные остатки А вот это Вы знаете Здание Ну а то Ну а то Поподробнее Я не то что Его и знаю Я там рожала Одного из своих Сыновей Я родила Именно в этом роддоме Так что Это роддом Крупской Правильно Я не ошибаюсь Да Я потому что Родился в этом роддоме Так что мы С вами Земляки Просто Что-то в этом есть Какая-то такая Вот это и есть Это был Родильный приют Агриппины Александровны Абрикосовой Первый Такого рода С гинекологической Клиникой Отлично Отлично Причем тут Надежда Константиновна Можно только догадываться Но учредительница Основательница Именно Агриппина Агриппина Александровна Абрикосова Так Мой сын Петя Рожден в этом месте Привет Ему горячий Обязательно От Клиника Это вот угловой Да Это угловой Я помню Что Все Выросшие Девочки Моего двора Рожали там Некоторым Я еще Относил Какие-то Передачки Поздравления Последняя Последняя Моя подружка Которая там Рожала Рожала От своего мужа Который был Из Ирака Если я не ошибаюсь Он был в этой Самой партийной школе Потому что Она относилась К тем Счастливицам Которые выходили Замуж За Иностранных Людей Нет Нет Он не из партийной школы Он из другого Из другого Да Из другого места Но в общем Я Прекрасно помню Как Это была Последняя Последняя Моя знакомая Рода В этом роддоме Девочка была Наполовину Иракская Были там Курсы выстрел Да Да А теле души Там было что-то подобное Что-что-то Не служила ли Эта история Прототипом Для сборника Рассказов По теле души Там какой-то Рассказ Сейчас его покажем Давайте Конечно Конечно Она Пора показать книжечки Вот О теле души Да И здесь Да Здесь Ну вот Татьяна Может вы расскажете О судьбе Потому что Эта книжка Прямо вплетается В нашу сегодняшнюю беседу Ну 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 В связи с Обстоятельствами Нашей новой Жизни В которую Вступила В режим Самоизоляции Я занимаюсь Разборкой Книжек И так Представляю Пыли Ужасное количество И кто-то Меня недавно Спросил А вот Что послужило Основой Вот для этого сборника Значит Основой для этого сборника Послужила Вот эта полка Вот она Вот она Это разного рода Эзотерическая литература Которую я с юности Очень Любил читать Там все книги Мертвых Тибетская Египетская Все Это мне было Дико интересно Поэтому Значит Это Потом это мне Перестало быть интересно Но Видимо Забыл Забыл Но все-таки Что-то остается И вот это Пограничное Пространство Которое Столь В эзотерической Литературе Важное Это пространство Перехода От жизни Я не хочу Сказать К смерти Потому что Мистики Смерть Рассматривают Немножко иначе Чем рассматривают Ее Современные Атеистические Люди Вот Поэтому я была Довольно Грамотна В этом вопросе Все забыла К счастью У меня очень плохая память Поэтому я Что-то оседает А где Откуда Что Что пришло Я не знаю Но в этой книжке Конечно Следы моих Больших чтений В юности Вот этой Всякой Разнообразной Эзотерики Потому что Это не Моя Не моя причуда И не мой Какой-то Интеллектуальный сбой Это то Что было интересно Человечеству Всегда Вот всегда И Философы И Религиозные Учителя И просто Люди Которые Задумываются О жизни Эта граница Невероятно Противательна Она всегда Безумно Интересна И каждому Человеку Что бы он ни думал Верующий он Или неверующий Сегодня В страстную Субботу Об этом Особенно Приятно Вспомнить Что вот эта Граница Конечно Да Она Проходит Все люди Верующие Только Одни веруют В Бога А другие Веруют В то Что его нет Вот эта Вот Граница Она по разному Разными людьми Читается И Сегодня Она Особенно Размыта Как никогда Прежде Потому что Ученые Себе Исследуют 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 Какие-то вещи Вдруг Останавливаются Говорят А здесь тайна Ученые Ученые Это говорят А здесь Все Вот Поэтому Книжка Это попытка Подойти К этой Области Для меня Очень важная Эту книжку Я С радостью С Большим кайфом Я ее писала Она мне Она мне Очень важна Эта книжка Я очень рада Может быть Она будет И последняя Как раз Книжка Для последней Очень хорошая Тематика Я бы сказала Ну И позвони Просто лучше Не придумаешь Да А можно Я еще дополню Мне кажется Что эта книга В каком-то Смысле Она не только О смерти И Переходе Из какого-то Состояния В другое Но она еще И о любви И о надежде Потому что Ну Не знаю Как у других Читателей Но у меня После Прочтения Этой книги Случилось Какое-то Состояние Может быть Гармонии Или что-то такое Я вошла в баланс По смерти То есть Она мне дала Чего более приятного Вы не могли Мне сказать Понимаете Дело в том Что Вот эта вот Триада Христианская Вера Надежда Любовь Вот Надежда Там стоит В серединке И она Про веру Мы что-то знаем Ну как бы Верующие Неверующие Особенно приятно Что мы сегодня Об этом говорим Вот Про Любовь нам тоже Понятно Из опыта Хорошо или плохо Лучше или хуже Каждый из нас Кого-то любит Даже самая Зловредная старушка Одинокая Любит свою кошку Про любовь Мы что-то знаем Про надежду Мы знаем Меньше всего Потому что Она Очень эфемерная И в этом смысле Книжка Конечно Про надежду На то Что нас ожидает Будущее Какое-то Неописуемое Невосказуемое Потому что Мы подходим К границе За которой Которая Словами Не проговаривается Когда Пытаются люди Сказать что-то Об этом Об этой границе О том Что может быть Получается Дикая пошлость И неловко Всегда Поэтому Остановимся На той На той Дистанции Которая Которая Еще разрешима Вот Дошли до слова Надежда Мы на что-то Надеемся И будем Надеяться Это хорошее Чувство Надежды Особенно Сегодня Когда так Фигово Вообще На дворе Будем Надеяться Так Ну все-таки Мы пляшем От двора И вот этот Дальний горизонт Надежды Он тоже Виден со двора Несмотря на то Что на нем Так сказала Людмила Евгеньевна Все фигово Видно Этот горизонт Людмила Евгеньевна Вот посмотрите В окно Во двор Вот я как раз Смотрю во двор Вы знаете Алеш Я думаю Что Я Позавчера Что ли Ночью читала Замятина Мы Роман И там Я натолкнулась На фразу Которая Просто Меня Я подскочила Фраза такая Все Известное Кончилось Все Известное Кончилось Вот дальше Начинается Время Неизвестного Что будет дальше Очень интересно Но неизвестно Станем ли мы лучше Мы Соборное Человечество Станем ли мы хуже Какой опыт Извлекут Из этого Обстоятельства Наши Власти Чиновники Братья Вот все те Кто Успловно говоря Руководит Жизнью Страны И города И как мы Сами От этого Изменимся Поэтому Вот сегодня У меня Вот это Ощущение Сегодня я смотрю Во двор И кроме Двух-трех Собачников Я там Никого Не вижу Даже С детьми Никто Не гуляет Понимаете И Ощущение Такое Мне давно Мне давно Не было Так Людмила Людмила Евгеньевна Улицкая И Собственно Наша Сегодняшняя Беседа Такая Замечательная И вот То что Мы вместе Это уже Какой-то Знак Надежды Да Алеш И то что Связи Не прерываются И то что Я вижу Таню Которая Постоянно У меня В компьютере Появляется Постоянно Постоянно Только Еще одно Письмо Постоянно А тут Она живьем Очень милая Привет Алеш Было приятно Вас видеть Мне тоже Давайте посмотрим Что нам пришло На чат Мы можем Как-то Вот Глянуть На чат Это реально? Так Давайте Спрашивайте Меня Потому что У меня Я не Кнопки А Стоп Нашла Вот она Сейчас Чат Чат Так Имеется Так Союз Мультфильм Выселили же Отдали Отдали Здание Церкви Как раз И вроде бы И саму церковь Начали реставрировать Это вопрос От Оксаны Зайцевой Оксана Я там довольно давно Не была Когда я была Последний раз Церковь была еще Вполне Не отреставрированная Торчала Ну Я надеюсь Что Союз Мультфильму Дали хорошее здание Потому что На самом деле Это было Одно из самых Прекрасных Таких Точек Культурных В Москве И Мультфильмы Моего детства И последующие Десятилетия Были Супер Классные Это была Замечательная Культурная Точка Русская Мультипликация 50-е 60-е 70-е Годы У меня есть вопрос Людмила Евгеньевна Совсем недавно Вышла Книга Чума Которую Как раз Вы отыскали Пока были На самоизоляции Это давняя Давняя рукопись Расскажите пожалуйста О ней Поскольку сейчас Это мне кажется Очень актуально Значит Вы знаете Это не совсем Книга Дело в том Что 42 года Кому назвать Мне было 35 лет И я Собралась Поступать На курсы Сценаристов Здесь у нас Неподалеку Жил Валерий Фрид Фрид и Дунский Была такая Пара Замечательная Профессионала Сценаристов Отсидевших Не помню Замечательные Фильмы у них были И он набирал Курсы Молодых Ребят Которых Которые бы На этих Курсах Сценариях Он бы учил Писать сценарии И я подала Этот сценарий Ему Чтобы он Меня Принял Он Позвонил мне Через пару дней Сказал Что Он меня Не примет Я немножко Расстроилась Но нет Так нет Он говорит Да вы все умеете Это был Сценарий Чума Я его Нашла буквально Пару недель Тому назад Я его нашла Прочитала Но сегодня Я бы этот сценарий Написала Немножко по-другому Но это было Абсолютно Пристойно Я даю слово Что я поправила Два слова И четыре запятых И в этом виде Я его отправила В редакцию Елены Шубиной С которой я Постоянно Работаю И вот решено было Вывесить ее В интернет И она там Значит уже Вот с недели Наверное Висит Это сценарий Который вряд ли Когда-нибудь Будет поставлен Но уж больно Ситуация Та самая Там описана Ситуация Начинавшаяся В Москве В 1939 В 1939 Году Чумы И как она была Остановлена Вот И вот эта вся история В этой книжке И она Она Стоит того Чтобы прочитать ее Как документальный материал Скажем так Она сейчас На букмете Есть В электронном виде И в аудиоформате На летрессе Если кто с нас слушается Хочет прочитать Да-да Я Мика Голубовский У меня Я ему тоже отправил Он повесил ее У себя В сетях Так Еще здесь я вижу Вопрос Спасибо Так 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 Спасибо Недавно Почитаю Так Некоторые Так Вопросов нету А Вот Как спустя годы Вы ловите Воспоминания Ну вы знаете Я считаю Что у меня на самом деле Память очень плохая Я С сегодняшнего дня События Довольно легко Запоминаю А вот события Детские Юношеские Я довольно хорошо помню Говорят Что это Свойства старости Но на самом деле Я на этот случай Даю всем совет Надо писать Надо записывать Что с тобой происходит Дневники Записные книжки Это дико полезно Вот у меня Записные книжки В непорывке Практически С 1900 Не то 73 Не то 76 Года Иногда я открываю Читаю Вспоминаю Вещи О которых Я бы не вспомнила Поэтому Всем 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 советую Это замечательное Душеполезное Занятие Когда вы пишете О том Что с вами Происходит Вы одновременно Обдумываете Вы анализируете И некоторый Гвоздик Вбиваете На котором Это воспоминание Крепится Я ответила На вопрос Ответила Вот Я не знаю Людмила Евгеньевна Видите ли вы Другие вопросы Но я могу Зачесть Но это не только Вопросы Спасибо Людмиле Евгеньевне За позицию Творчества и жизни Это все Большое Вопросов то нет Я ей не отвечаю Говорю спасибо Хорошо Я просто зачитываю Вот кстати Помимо всяких Спасибо Замечательных А где сейчас Центр жизни Современного горожанина О Потрясающе Вы знаете Должна вам сказать Что Я довольно много Даю всякие интервью И Знаю Что приблизительно 99% Я отвечаю На вопросы Приблизительно 99% Вопросов Это вопрос На который я уже Сто раз отвечала Вот сейчас Я получила вопрос На который Меня никогда не задавали Я на него Никогда не отвечала И пожалуй Надо немножко подумать Думаю Что У каждого человека Есть свой центр жизни Что это довольно Раздробленная ситуация Как она Во времена Нашего детства Центр ее был Дом Двор для меня Я думаю Я думаю Что Для моей соседки Анастасии Васильевны Центром была Пименовская церковь Когда она ходила Постоянно Я думаю Что для Моей Подруги Покойной Кати Гениевой Всегда Центром жизни Была библиотека В которой Была связана Вся ее жизнь С раннего возраста Значит Мой центр жизни Дума Давно уже Вот я здесь Живу В окружении Своих книг И мне очень хорошо Значит Центр жизни Моего сына Там где стоят Его музыкальные инструменты Потому что Он связан Со своими Там Музыкальными Всякими штуками Я уже не говорю Про гитару Про всякие предметы Которые названия Я даже не очень хорошо знаю Вот там где они стоят Там он Себо чувствует Прекрасно И дома Вот Поэтому я думаю Что Сегодня нельзя назвать Какого-то одного Центра жизни Горожанина А сегодня Каждый человек Этот центр Назначает Выбирает Даже в таком Огромном городе Как Москва Я думаю Чем город огромнее Тем меньше Тем меньше шансов Что есть какой-то Один центр На Красной площади Которая формально И во многих смыслах Центр Москвы Я не была 25 наверное Последний раз Какого-то иностранного Приятеля водила На эту Красную площадь А ведь это Несомненно Центр города Понимаете Самое сердце Нашей столицы Вот поэтому Я думаю Что каждый За себя здесь отвечает Где у него центр Отлично Спасибо Вот тоже вопрос Между прочим Какими вырастут дети Не имевшие опыта Дворовой жизни Ой Вы знаете Вот этот вопрос Который меня Тоже очень интересует Дело в том Дело в том Что я на самом деле Этого не понимаю Потому что Ну сегодня Существует структура Детских садов И первая социализация Детей Которые ходят В детские сады Происходит там Это социализация Казенная То есть там есть Начальство И подчиненные Детки Которые должны Слушаться Няню Воспитательницу Уборщицу Кого угодно Взрослого Это сильно Отличается От дворовой ситуации Где Совершенно по-другому Выстроена иерархия Значит Я думаю Что сегодня В большей степени Десять социализируется С помощью Вот этого предмета Жизненный опыт Современных детей Он В большой степени Получается Из Телефонов Смартфонов Планшетов И прочее Прочее Когда ко мне Приходят Ну вот Мои У меня три внука И внучка Значит Мальчики Внуки Не вылезают Из Своих аппаратов Но им правда Дом запрещают Поэтому они Скорее Украдкой Значит Туда влезают Ко мне Приходят ко мне Когда моя внучка Тоже Так сказать Ну надо ее Отвлечь От Телефона Вот Я думаю Что сегодня Мы находимся С вами На такой На такой На такой Границе Цивилизационной Где надо Нам прикладывать Все усилия К тому Чтобы ребенок Увидел Живое дерево И живую собаку А не нарисованное Дерево И не Сфотографированное И с помощью Телефона Увиденное Животное Это Потери Чувства Реальности Это очень Я не хотел сказать Опасное Нет Это не опасное Это очень интересная Вещь В наше время Я не знаю Как социализируются Сегодняшние дети Думаю Что все-таки Абсолютно Иным способом Который мне Не очень нравится Но это Ребята Проблема Ваша Проблема Молодых Родителей Которым Надо Помогать Своим детям Входить В это Пространство И чтобы Оно не было Все-таки Слишком Технологичным Чтобы все-таки В нем Оставалось Место Этому самому Цветочку Деревцу И собачке Это необходимо Дело в том Что я прекрасно Знаю детей Которые Кролика И зайчика Знают Только по картинам Удивляет Так Послушаем еще один вопрос Если говорить о дворах И домах Были ли в вашем детстве Парадные Как в Петербурге С лепнины Атлантами И прочими Красивые И если да Как много такого Было В утраченном прошлом Вы знаете Мы жили В плохоньком доме Парадное было Никаких Каринских колонн Там не стояло Напротив Значит Лестница Дом был Трехэтажный Лестница Значит Три пролета Значит На первом этаже Напротив входа В парадное Под лестницей Была Отгорожена Коморка В этой коморке Жили двое нищих Эти двое нищих Были Муж и жена Видимо То есть Это был Большой Огромный старик И маленькая Старушка В беретке Они были старики Оба Почему я это знаю Потому что Мама меня иногда С миской супа Посылала вниз Мне было пять лет Посылала я С этой миской Спускалась вниз Стучала им в дверку И совала эту миску Им Они Бабушка Это переливала И я помню Как я была поражена Когда Обычно я их Видела на улице А я вошла И она была Без бюретки Она была Лысая Вот эта бабушка Лысая Которую я Переливаю суп А вы говорите Колонны А вы говорите Парадные Вот такое было Парадное В доме 33 Поколевска Где я жила Вот Потом правда В этом парадном Мне не один раз Приходилось целоваться Такие Ну и прошло Каких-нибудь 10-12 лет И парадное Это оказалось Вполне Как это Милым приютом Вот Но Парадное Которое Бабушкиной Квартире В соседнем Доме 33 Оно было Более Пристойное Там была Винтовая Лестница Которая Вела на Второй Этаж И был Чердак И был Подвал Все это было Жутко Истрепанное Но все-таки Были какие-то Остатки Благородства В этом Флигеле Ну Как говорю Это Тюльпаны На Расстрешкавшейся Умывальнике Вот что Вот А так Нет Нет Ничего Ничего Парадного И достойного Такого Архитектурно Не было В детстве Ну что ж Я думаю Мы близки К финалу Но смотрите Вот Людмила Евгеньевна Я вот Опять Обращаю Внимание На эту Замечательную Книжку Москва Место встречи И вот Вы пишите Следующее Москва От себя Не отпускает Ни один Город На свете Я не знаю Так долго И так хорошо Как Москву Я даже не могу Сказать Люблю ли я Москву Скорее Нет Но нет И города Роднее Очень большая Часть Москвы Для меня Лучше Отошла В прошлое Вот То о чем Мы сегодня Говорили Алло Простите Это вы говорите От себя Или вы Меня Цитируете А вы Не узнаете Ваши же слова Я начала Начала Слушать И думаю Боже Он думает Ровно то же самое Что я Да конечно Конечно Подписываюсь Это вот Это остается По прежнему Так Как было написано Да Не могу Ничего К этому Добавить Единственное Что сейчас У меня Появился Какой-то Новый Оттенок Я бы Сказал Такой Нежной Жалости Вот То что Сейчас Происходит Мне ужасно Жалко Всего Ну вот Мне кажется Что страдают И наши Деревья И лавки Пустые И вообще Все это Мне жалко Города Который попал В это Какие-то Неожиданные Новые Такие Горестные Обстоятельства Пандемии Так Ну что ж Татьяна Мы благодарим Да Да Спасибо Было очень интересно До свидания Пока Спасибо Людмила Евгеньевна Спасибо большое Сегодня В проекте Книжный Пост Продакшн Была Людмила Евгеньевна Улицкая Которая нам Подарила Вот как она Сама пишет Да Ту лучшую часть Которая отошла В прошлое И провела Нас со двора Своего двора По окрестностям Спасибо огромное Людмила Евгеньевна Будьте здоровы Самое главное Пока Всего доброго Субтитры создавал DimaTorzok